Доктор Аникин Добрый день Добрый день Не будем изображать, что мы первый раз увиделись И будем разговаривать на ты Смотри, на самом деле проблема, реально существующая в нашей стране Существующая достаточно плотно и серьезно Потому что, как я всегда говорю, геронтологии в нашей стране никогда не было То есть это такая сомнительная конструкция Когда вроде как пожилые люди есть А лечить их вроде как и некому Потому что специальных врачей У нас есть институт геронтологии, конечно Но один институт геронтологии на всю страну Мне кажется, не совсем справляется А вот, например, в поликлинике найти врача-геронтолога Это из серии фантастики Да и в частных клиниках, надо сказать, что геронтологи, как геронтологи Это скорее такая вот редкая птица Которая не факт, что долетит до середины Днепра И вот здесь вопрос в том, что пожилые люди должны как-то получать помощь Должны каким-то образом избавляться от своих проблем Которые у них возникают с возрастом в том числе И, естественно, у них возникают болевые синдромы Ну, как мы все знаем, что люди обращаются к врачам В том числе и за лечением боли, если не в основном за лечением боли И когда у пожилого человека возникает болевой синдром, естественно, что он тоже идет к врачу И вот тут врач, являясь специалистом в своей области Начинает выдумывать какие-то интересные варианты лечения пожилого человека Не всегда учитывая, что этот человек все-таки находится не в хорошем регенеративном возрасте И не всегда способен вот так вот прям раз и справиться с теми препаратами Или с теми действиями, которые выполняют его отношения Что нам нужно в первую очередь учитывать, когда мы видим пожилого больного А ты работаешь преимущественно с пожилыми пациентами Когда речь идет все-таки о боли Какие сопутствующие проблемы у пожилых людей существуют И чем нам с этим бороться Вообще самое интересное в том, что боль по своему механизму Она претерпевает тоже изменения То есть боль у человека молодого и среднего возраста И боль у человека пожилого связана с разными факторами Не только потому, что структура наша становится старше Дело в том, что все больше и больше данных о том Что не компоненты нервной системы как таковые А клетки иммунной системы играют наибольшую роль И боль становится более воспалительной Нежели связана с неврологическими структурами Однако, надо сказать, что здесь получается такая неоднозначность С одной стороны, сенсорные системы стареют И многие авторы говорят, что порог боли у пожилых повышается То есть молодой человек скорее будет чувствовать боль, чем пожилой человек Другие авторы говорят, что пожилые люди крайне плохо переносят боль И это даже боль, которая связана с инъекциями И лишних инъекций не надо делать Лишних каких-то болевых стимуляций не надо делать Физиотерапевтических каких-то моментов, которые приносят боль Поэтому здесь получается, что с одной стороны, да Нервная система изнашивается и перестает так ярко реагировать на болевой импульс Воспринимать его А с другой стороны, если мы обратимся к определению боли Что это либо фактический, либо гипотетический механизм какой-то травматизации То если ты плохо видишь, плохо чувствуешь То вероятность того, что та или иная ситуация принесет травму для ткани Она очень высока Поэтому готовность к этой боли становится колоссальной Из-за этого получается, что с одной стороны Технически периферическая нервная система становится менее чувствительной А восприятие центральной нервной системы боли становится более высокой И здесь они не только уравновешивают себя Но и центральная синсетизация перевешивает Поэтому, соответственно, вот так старение повышает в итоге переживание боли Понятно Но давай попробуем на примере конкретном У нас наши люди очень боятся такой проблемы, как грыжа межпозвонкового диска Да Если мы посмотрим на структуру людей, страдающих от болей в спине И в том числе корешковых синдромов То это преимущественно молодые люди Не так часто встречается на приеме пациента с истинной радикулопатией То есть с постраданием корешка, вызванного грыжевым повреждением заднего корешка спинного мозга В возрасте старше 65 лет Это скорее казуистика, чем реальная практика С чем это связано? Связано с тем, что связки, которые теряют эластичность Фактически бетонируют Вот эти вот фиброзные кольца Которые перестают разваливаться Или если они развалились раньше, то они даже немножко ужимаются Таким образом Фактически Природа защитила пожилого человека от возможности обездвиживания Но это частая причина обездвиживания Как факт От выраженной боли Мы знаем, что корешковые боли, боли в спине вообще это проблема Но у пожилых людей часто болей в спине как таковых-то и нет То есть уже вот эти дегенеративно-дистрофические изменения в позвоночнике Которые вроде как должны идти, идти, идти с возрастом нарастать А тут раз И вот мы Я не знаю, у тебя часто пожилые люди обращаются с болью в спине У них скорее другая боль Другая Вот не корешковая правда Потому что общаясь со специалистами, которые могут заблокировать корешок Или алгологи Которые просят Если у тебя будет на приеме, пожалуйста, отправляй И ты понимаешь, что вот такой истинной корешковой боли Это ее действительно очень-очень мало В основном рефлекторная боль, которую не надо блокировать Но скорее это боль суставная Боль суставная Потому что тоже было проведено исследование Что в возрасте после 60 лет В основном Дуготрочные суставы В основном это проявление остеоартрита И в основном это опять же та же воспалительная боль Она и Этот процесс дает и компрессию Потому что эти суставы становятся больше Соответственно они поддавливают И эти суставы очень хорошо иннервируются Соответственно поэтому они если воспаляются Увеличивается плюс ткань Возникает то естественно что там боль И это боль блоков То есть болит Они говорят вот вся спина как кол забили Не могу двигаться Такая вот туго подвижность С утра очень сложно умываться Надо немножко расходиться И эта боль не неврологическая Вот Ну она такая терапевтическая Ну вообще неврологическая боль Слушай Неврологическая боль Это вообще такое понятие То есть наша боль Она больше Даешь нагрузку И она хуже 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 Боль воспалительная Даешь нагрузку Пошли Некоторые процессы Немножко Расходились Немножко отек сошел И им полегче Ну да То есть надо понимать Что у пожилых все таки Другой вариант боли Практически присутствует То есть сравнить Человека 30 лет И человека 50 лет Еще можно А человека 70 лет Это уже немножко другая история 70 плюс совсем Здесь важно наверное Обсудить вопрос Того что Мы естественно идем По пути обсуждения От возникновения Уже дальше через течение К лечению Если мы говорим О возникновении этой боли То суставная боль Мне кажется в какой-то момент Начинает превалировать Любая суставная боль У пожилых людей Да Это и ревматические Всевозможные проблемы И просто уже возрастные У артрита Какие-то Которые приходят Из-за нагрузок Которые человек В течение всей жизни Испытывает И он декомпенсируется Все-таки с возрастом Из-за меньшей подвижности Меньшей активности Естественно Вот все-таки Давай так Попробуем выделить Какую-то группу Болевых синдромов Которые наиболее часто Встречаются У пожилого У старческого пациента Это боль в спине Именно вот такая Воспалительность Вставная Да Это боль в спине Не корешковая Это головные боли Хронические головные боли Если даже Когда-то Был какой-то Мигренозный Акцент Компонент То он перерождается Это Сложная Такая сочиненная Конструкция Созданная из Из хронической боли Напряжения Из абузусных болей Потому что Болит Надо принимать препарат И Это как Такой снежный ком Опять же Даже то что Мигрень уходит С возрастом Говорит о том Что Такой Нейропатический Компонент Он Действительно Изнашивается Так же Как и В корешковом синдроме И Действительно Это хронические Боли В конечностях В суставах Это Область бедер Колен И Голеностопных Суставов Действительно Это достаточно Большая проблема Боль в шее Меньше Чем боль в спине Боль в спине В нижней части спины Гораздо чаще Встречается Хотя Многие авторы Понятно Что Потому что Человек Долго живет И Больше вероятно Что у него Травмируется Действительно Нервная структура Говорят о том Что хронический Болевой синдром У пожилых Нейропатического Характера Он От 10 До 52 Процентов То есть Раз Лед Очень большой Это вопрос Диагностики Сейчас Никакие наши ПН-детекторы Не могут Установить Нейропатический Компонент Боли Только Навести на него Без того Чтобы мы Установили Действительно Какой именно Корешок Мы должны Понять Место Повреждения Абсолютно Структуру Выявить Если мы Не выявляем Структуру То Это Не нейропатическая Боль Но С другой Стороны Ведь Пожилые Люди Они Еще могут По-разному Интерпретировать Болевые Синдромы То есть Мы знаем Что например Зуд Это боль Просто Она Подпороговая Если мы Говорим Что у пожилых Порог еще И повышается То есть Может быть Какая-то Боль Которая Обычная Воспринимается Молодым Человеком Как боль У пожилых Опять же Может быть Зудом Или вообще Нечувствительной Это же Тоже Может быть Опасно За счет Того Что И повреждения В этой Зоне Могут Быть Расчесы И Всевозможные Компоненты Которые Мы встречаем С повреждениями Кожи У пожилых Людей Которые Вроде Как Не Бают Откуда Берутся А потом Ты понимаешь Что Может быть Там Какой-то Болевой Синдром Котором Просто Которые Вдруг Возникли И Воспринимаются Менее Активно И хронические Которые Наоборот Более Активно Существуют И Беспокоят Человека Говоря О пожилых Людях Мы еще Говорим Если Про боль У молодых Мы ставим Целью Обезболить Полечить боль Как Что Должно Обезболить Чтобы не болело То здесь Мы начинаем Говорить О целом Спектре Вопросов Повседневная Активность Настроение Когнитивный Резерв Декомпенсация Хронических Заболеваний То есть Все это Становится Целью Лечения Боли То есть Мы должны Везде Везде Смотреть Как это Отразится Спектр Такой Абсолютно Потому что Хронические Болевые Синдромы Это уже Доказано Что они Не только Качество Жизни Уменьшают Но и Продолжительность Жизни Уменьшают Было В 2017 Году Британское Когортное Исследование Опубликовано Которое Выявило Что действительно Не просто Тяжело Жить А гораздо Короче Жить С хроническим Болевым Синдромом Что в принципе Логично Смотри Давай еще Вспомним Такую Проблему Тоже Надо Докторам Которые Нас Смотрят Обозначить Наверное Ее Я помню Что еще Когда я Был В аспирантуре Всерьез Обсуждалась История Болевых Синдромов При разных Состояниях Мозга В том числе При болезни Паркинсона Отдельная Группа Болевых Синдромов Связана С болезнью Паркинсона И Например С деменциями Обсуждали Какие-то Варианты Болевых Синдромов Вот Насколько Это реально Актуальная Проблема Для пожилого Человека С болезнью Паркинсона Супер Актуальная Идея Когда я Была В аспирантуре Как раз Докторская Защищалась На эту тему По Болевым Синдромам При болезни Паркинсона И Было Отмечено Опять же В копилку Провоспалительных Вот этих Всех Изменений Что При Мире Дегенерации Гораздо Больше Болевых Синдромов И гораздо Активнее Переживаются Болевые Синдромы Опять же Учитывая То, что Есть Общая Часть Вот этих Каскадов То есть Воспалительная Причина Определенной Нейродегенерации И воспалительная Причина Хронического Болевого Синдрома Они накладываются Друг на друга И Действительно При болезни Паркинсона Есть Даже Дебюты С Синдрома Замороженного Плеча Которые Достаточно Травматичны Для Людей Для наших Пациентов И Который Откладывает Правильную Диагностику Болезни Паркинсона На несколько Лет Потому что Они Лечат Плечо Травматолога Хирурга Многие Неврологи Общей Практики Тоже Должны Понимать Что Это Ограничение Оно Может быть Не связано Исключительно С проблемой Плеча А связано С тем Что Есть Уже Гиппокинез Этой Часть Я согласен Что Действительно Такие Вещи Существуют И Многое Времени Теряется На То Чтобы Разобраться В Причинах Болевого Синдрома У пожилого Человека Тем Не менее Это Опять Проблема Связанная С тем Что Мы Существуем В конструкции Отсутствия Специальной Помощи Пожилым Может быть Если Были Достаточно Количество Геронтологи Они Терапевты Поликлиника Которые Ну Увидели Ну Болит Ну У Кого Не Болит Да Сейчас У У меня Тоже Болит Вот Плечо Я Чувствую Сейчас Что Оно Какое Неприятное Мне Там 40 А Человек Которого 70 Это Может Действительно Симптомом Дебюта Болезни Паркинсона И Своевременная Диагностика Таких Проблем Это же тоже вопрос Скорее Геронтолога Чем Невролога Далеко не факт Что человек попадет К неврологу На ранней стадии Этой проблемы Ну Не будем Лукавить Что Если Ввесить В прайсе Прием Геронтолога То он Не заполнится Ну Я согласен Наверное Не заполнится Нет еще потребности Еще не созрел Не сформирован рынок Конечно Здесь Хотя Недавно Вот Ко мне Обратились С просьбой Консультации Гириатора Я Делал, что кто-то знает Такие слова И Или геронтолога По поводу Когнитивных нарушений И он выяснилось Что Два Было таких обращений Одно Просто человек Не понимал Куда ему надо Прочитал Что есть такие врачи Которые занимаются пожилыми И отправил Ну попросил найти Геронтолога А второй человек Который просил найти Гириатора Оказывается Долгое время Жил в Европе И там Оказывается Этим занимаются Гириаторы Они неврологи Вовсе даже Когнитивными расстройствами То есть неврологи Тоже естественно Но Первый человек К которому для диагностики Приходит пожилой пациент Это все-таки гириатор В том числе и для болевых синдромов То есть это Некая Специальная группа врачей Которые занимаются Вот этой Комплексной проблемой Пожилого пациента Просто странно Когда в нашей стране Такой историей Действительно вынуждены Заниматься неврологи Ну Где невролог Где суставные боли Как бы Где невролог Где Когнитивные расстройства Но на самом-то деле Когнитивные расстройства Это больше психиатра Чего мы лезем вообще В этой ситуации Уникальные такие кейсы Когда Например Хроническую головную боль У пожилых людей Снимают Барбитураты Это Кейс В плане Обсуждения Причин Составных частей Этой боли То есть Боль которая Замешана На большом количестве Тревоги Там дальше Надо понимать Почему тревога Потому что Есть когнитивные нарушения То есть Надо еще дальше Дальше раскапывать И начинать С хвоста Это лечение То есть Мы полечили Когнитивные Ну стабилизировали Когнитивные нарушения Подобрали схему Потом Обратились Нет ли Там нарушений Дополнительных сна Их подкорректировали И то что уже Осталось В сухом остатке Зашлифовали Там определенными Препаратами С Противотревожным Эффектом Дополнительным И То что Не бралось Например Даже Опиоидными Анальгетиками Взялось Вот этой схемой И это логично То есть Когда ты смотришь На эту схему Это логично Это первый момент Второй момент То что Естественно Организм Как вот Мы не берем же Взрослые неврологи Хотя у нас нет разделения Взрослых и детских В России Юридически По факту Юридически А по факту Есть Ну да Наоборот Технически Есть То есть Специалист Который занимается Взрослыми Не берет детей Потому что Как я говорю Почему Не берет детей Это отдельная Вселенная У них Свои Вопросы Но так получилось Что я Работаю В спектре Когнитивных Нарушений Поэтому мне приходится Чтобы эффективно Полечить Состабилизировать Когнитивные нарушения Посмотреть на всего Пациента Как положено Телефон Да И посмотреть Где его надо Подредактировать Естественно Что боль Это основной У меня Такой Основной пункт По которому Может быть Дестабилизирован Пациент Следующий пункт Это хроническая инфекция Ну логично Ну опять же Возвращаясь К самому пациенту Как к точке отсчета От которой мы начинаем Вообще Какие-либо действия Без пациентов Мы не можем Ничего придумать Вот Можешь ты нарисовать Какой-то Стандартный портрет Пациента Который Обращается На прием К неврологу Вот уже Он пришел Он пришел сам Его привели дети Его привела жена Или его Ее привел муж Это Человек осознанно Пришел именно К неврологу Его направил Терапевт К неврологу Это Обращение С болевым синдромом Может быть связано А может быть Например Мы хорошо знаем Я когда писал Свою диссертацию То У пациентов Со спинальной травмой Которая является Темой моей диссертации У них Есть интересный феномен Что Двигательные расстройства Более актуальны Чем болевые И для них Невозможность ходить Хуже Чем боль Которая сопутствует Спинальной травме Вот Нет ли такого У пожилого пациента Что для него Боль может быть Не актуальна То есть Она у него есть Но она у него на втором плане И он даже на нее не жалуется Потому что он жалуется Что ему Стало тяжело Подниматься по лестнице Появилась отдышка Появилась там Какая-то Шаткость при ходьбе Появилась Забывчивость Появилась Раздражительность А боль Ну кто там Какая боль И пока его не спросишь Он может про это не говорить Есть ли такая проблема Вот это огромная проблема Боль И Боль Депрессия Деменция Это прям Три подружки Которые Тусуются все время вместе Да День ото дня То одна В голове Стала То другая Во-первых Это пациенты Ну Более старшего возраста По сравнению с теми У кого нет Болевого синдрома Это логично Второй момент Это пациенты Которых приведет Родня Потому что Вдруг Они поняли Что Действительно Самообслуживание Резко снизилось Подвижность Резко снизилась Человек Перестает Выходить на улицу Соответственно Ему нужно Либо соцработник Либо нужен уход И Это Как бы Новый этап Бремени Для семьи Они приводят И говорят Надо что-то решать То есть Что делать Там Мы видим Что наверное Из-за интеллектуальных проблем Человек не понимает Что надо выходить На улицу Доходить до магазина И так далее Перестают за собой Ухаживать То есть Это Портрет пациента Это В большей степени Женщина Ну потому что Они доживают В нашей стране Дольше Это Действительно Сниженная Подвижность Сниженные Социальные Взаимосвязи То есть Те Которые Не ходят Там Не в библиотеку Не в активное Долголетие У них нет Как правило Домашних Животных Это Очень крутая тема В плане Стабилизации Пожилого Пациента Потому что Можно отказать Детям Внукам Но нельзя Отказать Собаке В том Чтобы Выйти Гулять С ней Или Кошки В том Что У нее Корм Закончился То есть Пожилые Люди Становятся Более Чувствительны К тем Кто Их Не напрягает Когнитивно Мне кажется Сейчас Хорошая История Я Никогда Не задумывался Что Если Реально Если Пожилого Человека Есть Собака То Вероятность Того Что Он Будет Более Активен И Дольше Сохранять Когнитивную Функцию Она Велика Моему Деду Было 88 Лет Он Ленился Иногда Выходить Гулять Но Только Не Тогда Когда У Кошки Заканчивался Корм Он Мог В дождь Выйти Взять Зонт И Говорит Все Я Пошел Надо Надо Купить Корм То есть Это Был Действительно Такой Триггер Для него Ну Это Интересно Более Того Я Недавно Столкнулся С Дома Упал И Вот Его Положили В Больницу И Там Ему Ставят Деменцию Уже В Грубой Форме А У Нас Папа Еще Ого Го 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 Он Музыкальный Работник И Он Со Студентами Еще Занимался Буквально Неделю Назад Он Учил Студентов Музыки Го А Из Помощность Его Кормит Все То На самом Деле Человек Может В Когнитивном Распаде С Болевым Синдромом Но При Этом Сохраняя Профессиональную Функцию И Родственники Пять лет Не Понимали Что Папа В Глубокой Деменции Находится На самом Обеспечении Папа Находился Как-то В Микромире В Микромире Здесь Скорее К вопросу Насколько Внимательно Мы Относится Вроде К Тем Людям Которых Мы Любим Которые Наши Родственники И Вроде Как Все Ну Вроде Занимается Папа Со Студентами Он Молодец А То Что У него Ноги Болят Ну И Болят А Может Это В Какой Момент Послужило Причине Его Обездвиженность То Что Он Перестал Выходить Из Дома Я Думаю Что Микромир Создание Вот Этого Микромира Тоже Когнитивно Влияет На Способность Это Создание Определенного Безопасного Мира Мы Опять Про Историю Бенджамина Баттена То Ребеночек Рождается Он Вокруг Матери Он Никуда Не Отходит Это Его Микромир Гарантия Безопасности Опять же Пожилые Люди Очень Часто Перестают Выходить Из Дома Потому Что Они Не Чувствуют Себя В Безопасности Они Чувствуют Себя Уверенно На Улице При Принятии Каких-то Быстрых Решений А Дома Нет Никаких Быстрых Решений Тут Все Знакомо Все Известно Более Того Надо Сказать Что Очень Часто Вдруг Родственники Говорят Слушай Надо Бабушку Дедушку Подлечить Давайте Ее Отправим В Санаторий В Санаторий Потому Что Пожилые Люди Становятся Частью Корабля И Когда Ты Из Вот Этого Привычного Мира Вытаскиваешь Они Тратят Все Силы На То Чтобы Попытаться Адаптироваться К Новым Условиям И Там Вылезает Прям Вот Уже Все Вершина Айсберга От Дитаник Уже Налетел На Айсберг У У У Бабушки Была Такая Подруга Которая Не Выходила 16 Лет Из Дома Она Была Сохранна Но Видимо Ее Настолько Ее Уже Было За 80 Там Сильно Под 90 Наверное Она 16 Лет Из Дома Не Выходила Вовсе И В рамках Своего Микромира Прекрасно Существовало Ее Ничего Не Беспокоило Она Ничем Особо Не Болела Круто Когда Это Загородный Дом Еще Да Это Она Была В Квартире Как Была Другая Слушай Загородный Дом Тоже Там Есть Свои Опасности Но Вот Здесь Нам Задали Классный Вопрос Дарья Правильно Очень Спросила Вопрос Такой Как Понять И Выявить Причину Боли У Пациента Который Имеет Проблемы С Описанием Боли Или Возможно Серьезные Когнитивные Нарушения Что Мы Делаем Для Этого Когда Начинается Когда Заканчивается То Пациента Который Не может Описать Мы Ориентируемся На Так Назваемые Гримасы Боли Есть Альтернативная Шкала По Выражению Лица Есть Альтернативные Шкалы Потому Как Учищается Ли Дыхание Шумное Беспокойное Дыхание Гримасы Боли Движения Становятся Суетливыми То есть Человек Показывает Всячески Что ему Дискомфортно Надо Сказать У нас Был Прекрасный Кейс Моя Коллега Консультировала Пациентку С Кортикобазальной Дегенерацией Знаю Что у них Много Очень Лицевых Дистоний И Пациентка Уже Была Неконтактная У нее Был Синдром Мейджа Она Зажмуривала Глаза Открывала Рот Что-то Там Пыталась Показывать Жетикулировать И Родственники Наоборот Они Были Обеспокоены И это ее беспокоит И только Мы Смотря В четыре Глаза На нее Поняли Что нет Нет Это все-таки Синдром Мейджа Все нормально По всем Остальным Признакам То есть Ни шумного Дыхания Не было Она нормально Принимала Пищу Что очень важно Что пациент Конечно с болью Он будет И отказываться От пищи Отказываться От Каких-то Контактов С социумом Ну Всяческое То есть Это Опять же Мы переходим К тем Механизмам К тем Методам Которые Применяем У детей Ну это Как в истории Про ветеринара Да Говорят А что так Можно было Что у вас болит Доктор Это было бы Слишком просто Действительно Наверное Сложно Оценить Боли пожилого Человека С другой стороны Вот Американские Коллеги Я пару раз Задавал им Этот вопрос Мне тоже Было интересно Как это Происходит У них Они говорят Что пожилой Неконтактный Пациент А приори Пациент С болью Я сейчас скажу Это родило Разные исследования По которым Значит Было исследование В которых Болезнь Баркинсон Ассоциировалась С огромным Количеством Потребляемых Опиоидов В Европе В последнее время Наоборот Тенденция такая Что не отличается Количество Принимаемых Препаратов У пациентов С деменцией И без деменции То есть С одной стороны Мы должны быть Всегда насторожены Что у этого пациента Есть боль С другой стороны Опять же Полипромазия Тоже плоха Потому что Опиоидная анальгетика Это спутность Сознания Опиоидная анальгетика Это такой уже Крайний вариант Здесь Я не думаю Что надо приходить Сразу к опиоидной анальгетике Столкнулась с тем Что у меня был Очень пожилой пациент С нейропатической болью Там доказано было все Это была нейропатическая боль И он неплохо очень шел На определенной схеме Прям вот Все было более-менее Но случилась экстрая ситуация Он попал в госпиталь Где Подумали Что его хорошо Лучше обезболить Еще лучше Чем мы обезболиваем Вот И назначили ему Опиоидный анальгетик И пациент Просто Даже неконтактный Мы поняли Что Человек с цифазией Кричал Что мне больно 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 И разбираясь в этой теме Я подумала Неужели Есть какая-то Извращенность У пожилых людей Реакция на опиоиды И Я нашла Что Все немножко по-другому Просто они менее чувствительны Вот как раз Нейропатическая боль Хроническая Они менее чувствительны К опиоидной анальгезии Потому что Собственная Опиоидная система Эндоопиоидная система Она постоянно Находится в состоянии Напряжения И еще больше Это Завязано на Ретикулярную информацию Милоопиоидные рецепторы И еще больше Как бы Донация опиоида Она не дает Такой ожидаемый эффект Как Мы ожидаем Поэтому другая схема Она подходила Ему намного круче Второй момент Есть С опиоидами Тоже Когда кажется Что К сожалению Но мы ограничены В применении опиоидов В России И когда даже надо И многие Клиницисты думают Вот если бы можно Было опиоид Это бы решило вопрос А есть Опиоид индуцированный Гиперальгезия Тоже Не надо забывать Она примерно На этих же Механизмах И основана Что Перебор Не вызывает Дополнительно Достижения Хорошего результата Вот Поэтому Здесь Везде Надо с умом Подходить То есть Нотоцептивная боль Она Классически Идет Ну если У нас Высокий Болевоз Синдром Активный На опиоидных Анальгетиках Но Как правило Человек вообще Не лечен Ничем Вот он приходит Не лечен Большая проблема Или лечен Чрезмерно Но не тем Чем нужно Да Вот в контексте Вопроса Дарья Обсудить Такой момент Что Мы знаем Пациентов Которые Страдают Инсомниями Нарушениями Сна Пожилых Тревогой Выраженной И мы знаем Что есть Треугольник Боль Тревога Нарушения Сна Да Не может Ли быть Такого Момента Что пациент Который Очевидно Жалуется На тревогу Нарушения Сна Не жалуется Просто не жалуется На боль Хотя она у него Есть Опять же Может быть Дарья Как Дарья Задал вопрос Может быть Не описывает Ее Или Когнитивно Не способен Ее интерпретировать Вот Мне кажется Американский Подход Был именно С этой Позиции Что Пациенту Который Есть нарушение Сна Есть тревога У него Наверняка Есть болевой Синдром Он не может Его описать Или не может Его Каким-то Образом Выразить Потому что Бессонницу Понятно Как он выражает Он не спит Тревогу Тоже Понятно Он ажиотирован Он так или иначе Задает одни и те же вопросы Дезориентирован Это все приводит К повышению тревоги А боль Ну вот Блин Как ее опишешь Если она какая-то Непростая Например Какая-нибудь Можащая Или какая-нибудь Там Не знаю Вытягивающая Они же разные Очень могут быть Болевые синдромы Особенно Нейропатического характера Они могут быть Вообще Космических описаний И Вот тут Большой вопрос И опять же Навстречу Вопрос ему Еще один идет Ведь мы знаем Что у пациентов С когнитивными расстройствами У пациентов С болезнью прокинсона У пациентов С мультисистемной атрофией Могут возникать Галлюцинации И В порядке Вот этого Галлюцинаторного синдрома Уже психического синдрома Могут быть Синестопатические Наверняка Какие-то болевые ощущения Или это все-таки Уже такая редкость Нереальная Синестопатии Много Но все-таки Синестопатия Требует Возможности Интерпретировать Свои ощущения Более того Называть их Определенными Образами У меня под кожей Живет дракон Да Примерно Да Как будто Много маленьких Дельфинчиков Поэтому Здесь все-таки Синестопатии Больше Кстати До старческого Возраста Вот А В старческом Возрасте В пожилом В старческом Возрасте Действительно Во-первых Есть Да Действительно Есть определенные Последствия Уже хронического Болевого синдрома Такие как Тревога И нарушение Сна А К самой Вот этой Боли Человек Как бы Приспособился Адаптировался Адаптировался Да И только Когда ты его Полечил Он говорит Господи Жизнь наладилась Да Да Как же Вот люди С хронической Мигренью Только Когда их Полечишь Они говорят Что так Можно было Да Вот 20 лет До этого Вот Что-то Было Люди Очень Приспосабливаются К нарушениям Сна Они говорят Ну Я всегда Плохо сплю Но Это не то Чтобы Там Сильно Мне мешают Жить Так Чтобы Мне Мне Нужно Было Полечить Меня Я Вообще Считаю Что У нас Боль Даже У молодых Не дооценивается Ну Потому Что Опять же Человек Такое Странное Животное Которое Способно Адаптироваться Адаптивные Функции Человеческого Организма Они Очень Мощные И Естественно Что Бывает Иногда Чувствуешь Что-то Все вроде Нормально Но Что-то Не так Выпиш Таблетку Обезболивающего И Вообще Жизнь наладилась Не было Никогда Такого Регулярно Ну Нет Ни головной Боли Нету Ничего Я На пациентах Это наблюдал Регулярно На себе Наблюдал Что действительно Если Какое-то Бескомфортное Состояние Не знаешь Даже Почему Выпей Таблетку Игупрофен Условно Говорят Он обладает Противотревожным Действием Вполне Возможно Что это Плацебоэффект Какой-то Определен И не Плацебоэффект И не Плацебоэффект Смотри У нас еще Один вопрос Влияет ли Перенесенная Инфекция COVID-19 На усиление Проявления Болевых Синдромов Однозначно Сколько Сейчас Постковидных Артрологий Миалгий И постковидных Мигрений Которые Вылезли Скорее Это То Что лежало В запасе И ждало Своего часа И вот Эта История Она Поскольку Она Очень Воспалительная Она Она И подстегнула Все Что было Основано Преимущественно На Воспалительном Компоненте Надо Сказать Еще Что Само Составление Схем Лечения Оно Прямо Очень Сильно Страдает Потому Что Например Переоценено Место Мерилаксантов Настолько Переоценено Что Пациенты Наоборот Особенно Пожилые Мерилаксанты Назначенные Иногда Даже По показаниям Но Трудно Переносимые Когда Пациент Заваливает Давление И вместо Того Чтобы Стать Более Подвижным И лишиться Боли Он становится Лежачим Это первый Момент Второй Момент Вышел В 20-м Году Классный Обзор Хроническая Хроническая Боли Применение Антидепрессантов Даже Вне Депрессии И Этот Обзор Очень Хорошо Ушел В ревматологию Очень Хорошо Лег На Наши Сердца Неврологически Потому Что Антидепрессанты Это не Чтобы Вам Весело Было Чтобы И Весело Тоже На самом деле Система Серотонина И Норадреналина Оказалась Крайне Чувствительна К воспалительным Изменениям И Просто Мы Наверное Чаще Наблюдаем Эту Дисфункцию Если Есть Какое-то Предубеждение Против Антидепрессантов Назовите Это Препараты Которые Нормализуют Нейрохимический Состав Мозга Может Вам Будет Легче Ну Я Не знаю Дайте Другое Название Хорошо Мы Все равно Вышли К препаратам Давай Поговорим О лечении Боли У пожилых Лечение Боли В принципе Понятие Нам Всем известное Казалось бы Чего тут Сложного Болит Воспалительная Боль Дай Анальгетик НПВП Спазм Такая Какая-то Спазм В животе Почечные Колики Дай Спазмолитик Если У тебя Нейропатическая Боль Дай Препараты Влияющие На нейропатическую Боль Антиконвульсанты Антидепрессанты Если Ничего Не помогает Дай Опиодный Анальгетик У тебя Вроде Как Всего Четыре Варианты Действия Возьми С полки Хабиодные Анальгетик Ну Этот вопрос Мы же говорим Сейчас в теории На практике Тоже Теоретически Многое Возможно Но мы Говорим О том Что На самом Деле Такие Простые Казалось бы И четкие Рекомендации Они же Понятные Совершенно Ну Болит Нога Выпей Сначала Обезболивающее А потом Посмотрим Болит она У тебя Или уже Прошла Есть Не Лекарственные Методы Лечения Боли О них Поговорим Отдельно Но Если Говорить Именно Сейчас О препаратах Ведь Пожилые Люди Сопряжены Еще С Высоким Риском Того Что Тот Или Иной Препарат Вызовет Больше Побочных Эффектов Чем Реально Даст Снижение Болевого Синдрома И Вот Как Быть С этим И Как Доктору Обычному Доктору Терапевту Или Неврологу На стандартном Приеме Определиться Надо Или Не Надо Можно Или Нельзя Назначать То же Самое НПВП Даже Последнего Поколения Те же Как Сибы Или Лучше Взять Процетамол Может Побезопасен Но С другой Стороны Процетамол Это Печень А Печень У пожилых Людей Тоже Не Всегда Супер Здоровая А Казалось Б Оно НПВП С другой С другой Подъем Артериального Давления Об этом Очень часто Забывают И Как Определиться Стандартному Доктору В том Что Если У пациента Боль Давай Сейчас Возьмем Простую Ситуацию Пациент Тупо Жалуется На боль На боль В спине На головную Боль На боль В конечности На суставную Боль При этом Мы понимаем Что Язва Желудка Язва Может Нет Но Атропический Гастрит Точно Есть Что Почки Не Самые Нездоровые Уже Что Сердце Тоже Не Новое Мы Помним Что ПВП Дают Еще На сердце ПВП Дают Кардиотоксический Эффект Гастротоксический Эффект Нефротоксический Эффект И Как Мы Будем Вот Этих Людей Выводить Из Состояния Болевого Синдрома При том Что Мы Хорошо Понимаем Что Терпеть Боль Это Плохо Давай Пока Про Носецептивную Боль Условно Говоря Даже Не касаясь Невропатической То есть Про то С чем Каждый Может Столкнуться Каждый День Как С Острой Так И С Хронической Носцептивной Боли Ну Понятно Что Уже Будут Невропатические Компоненты Но Центральная Сенситизация И так Далее Но Все равно Первично Носцептивная Суставная Боль Длительная Хроническая Что Делать Все Все равно Так Или Иначе Спросить Его Второй Момент Мы должны Разделить Острую Боль И Боль Хроническую Боль Хроническая Больше 12 Недель И Если Мы берем Хорошо Суставную Боль Туже Мы В любом Случае Начнем Все равно С НПВС Все равно Конечно Будет Контроль Но Мы все равно Начнем С НПВС Сейчас Есть Возможность Выбирать Те же Коксибы Для Более Длительного Применения Мы должны Будем Выбрать Скорее Всего Препарат Во-первых Который Это Самая Такая Актуальная Актуальный Момент Препарат Который Будет Сочетаться С приемом Например Либо Тромбас Испаринсодержащих Препаратов Либо Пациент Может Принимать Антикогулянты Антиагреганты То есть Мы должны Будем Учитывать Это На риск Кровотечений Там Где Можно Проследить Взаимодействие Хотя бы Предугадать Эти Мы Назначаем Срок На Две Недели Если Мы Говорим Про Суставные Боли У пожилых И назначаем Препарат Который Будет Максимально Не пропускаться Это Очень важно Потому Что Если Вы Назначаете Препарат Который Надо Принимать Три Раза В день Вероятность Даже Два Да Это Первый Момент Второй Момент Очень Важный То Что Сначала Реализуется Противоболевой Эффект Потом Уже Противовоспалительный Более Отсроченный И Когда Пациент Принимал Три Четыре Дня Сказал Ой Мне Полегче Бросил Вы Находитесь В одном И том Же Болоте Он Придет К вам Через Две Недели Скажет Все То же Самое Доктор Ничего Не Помогает И Вы Начнете Заново А это Уже Возрастающие Риски Потому что Заново Вы должны Опять На те же Дополнительного Отеку На НПВС Когда Вы Должны Будете Отмониторировать Пациента В течение Лечения Это Очень Важно Значит И Очень Вовремя Если У вас В течение Недели Пациент Не получил 50% Эффект На боль Значит Нужно Срочно Взывать Коллегу Отдать Специалистов Которые Понимают Что это В этой Боле Да Окей Хорошо Давай Попробуем Резюмировать Мы должны Помнить Про то Что у пациентов Пожилого возраста Есть болевые Синдромы Даже если Они на них Не жалуются Мы должны Активно Расспрашивать На эту Тему Потому что Они могут Служить Ограничивающими Факторами В отношении Всех Остальных Активностей И так Далее Мы должны Помнить Что НПВП Обладает Целым рядом Побочных Эффектов Тем не менее Это единственные Пока имеющиеся У нас в арсенале Быстрые Понятные Безрецептурные Препараты Которые Мы можем Применить В отношении Боли У пожилых Пациентов В том числе При этом Нам нужно Оценить риски То есть Если у человека Есть очевидный Высокий ЖКТ Риск Или свечесосудистый Риск Скор Например Но это не значит Что мы должны Сразу Самезом Назначать Тут надо Разбираться Может быть Если высокий риск То может самезом А если низкий риск То может и без То есть Не должно быть Рутинного Назначения Вместе с амепрозолом Потому что Естественно Фармакинетика Меняется И Амепрозол Еще Может Вступать В взаимодействие С той базовой Терапией Которую Принимает пациент Да Это вот Третье Что я хотел сказать Мы должны оценить Вероятность Полипрагмазии И вообще Лекарственных Сочетаний Потому что Действительно Пациент может Применять препараты Аспирина Мы ему добавили Еще и бупрофена Все это суммировало Свои эффекты И в итоге Получилось кровотечение Которое вроде как У нас по ощущениям Быть не должно было бы Не надо начинать С миорелаксантов Я бы начала С миорелаксантов Мне вообще Странная история Назначения миорелаксантов Людям без Спастичности Скажем так Потому что Они и так В принципе Не самые сильные Ребята А тут еще Вопрос о том Что у многих В голове не укладывается Что слабая мышца Может напрягаться Не меньше сильной Разница в чем Я все время Объясняю Своим Студентам Оргинаторам Значит Диапазон движений У слабой мышцы Такой и такой У сильной мышцы Есть градации Она может так Так А это сразу Понимаешь Догрузку дал Она сразу Раз И сократилась Если вы дали Дополнительные меры Ребята На слабую мышцу Скорее всего Пациенту будет Только хуже Потому что Стабильность Уменьшится Логично Окей С нацептивными болями Более-менее поняли Конец у нас все равно Один Это опиоидная энергетика Если ничего уже не помогает То дальше Снимая боль Мы идем и туда Большая На мой взгляд Даже в каком-то В виде Проблема Это антиконвульсанты Антидепрессанты У пожилых С точки зрения Контроля боли Потому что Мы знаем Например Что на пригаболин Пожилые люди Начинают падать И зачастую Неправильное назначение С высоких доз Пригаболина Габапентина Основных Противоболевых Антидепрессантов Антиконвульсантов Скажем так Приводит К драматическим Ухудшениям Состояния падения И отменя препарата С фразой Я эту гадость Больше Никогда Пить не буду Даже не просите Потому что Вот это Наверное важно Проговорить Что Качественное Тетрование Дозы Абсолютно Потому что В основе Антиконвульсантов Есть влияние На кору Головного мозга Они Они были созданы Изначально Для того Чтобы лечить Эпилепсию И параллельно Был выявлен Вот этот Антиболевой эффект Это Как раз Центральное восприятие боли Уменьшается Потому что Они действуют Так как Они должны действовать Естественно Что Во-первых Должно В течение Суток Правильное Дозирование Быть Не с утра Максимальная Доза И Постепенный Выход Цитрования Дозы Во-первых Есть два Момента Момент Первый Когда Начинают С больших Доз И получают Побочный Эффект Момент Второй Когда Они достигают Терапевтической Дозы Мы Пробовали Это Не Помогает Мы Отказываемся От этого Метода Пациент Нечувствительный Нет Не пациент Нечувствительный Потому что Есть прописанные Вопрос о гайдах Зачем гайды нужны Там прописаны Есть дозы Они статистически Выверены Я встречал Такую пациентку У меня Я помню Была пациентка С тяжелейшей Неврологией Троничного Нерва Которую Уже Отправили Доктора На операцию Соответственно Речь О пациентке Было Под 90 лет И Нервоскулярный Конфликт Хотели Оперировать Потому что Доза Карбамазепина Была Неэффективна Я говорю Простите А какая доза 200 мг По 100 мг Два раза в сутки Это очень странно Что она неэффективна Она Только поведение Менит Да При том Что у нас 10-20 мг На килограмм Масса тела Но Доктор Считал Что Бабушке Будет много Карбамазепина И она Начнет Плохо себя Чувствовать А то что У нее Боли такие При неврологии Тронечного нерва Что у нее Хуже быть Ничего для нее Не может Он почему-то Не подумал Вот это Крайне важно Действительно Не только Начинать Титровать Тоже Резюмирую Эту конструкцию Если мы говорим О препаратах Которые вызывают Выраженные Побочные эффекты В том числе И Начать К движению К головокружению К нарушениям Сна К сонливости Вы должны Начинать Из маленьких Доз Ну и Потом Приходить Все-таки К терапевтическим Дозам А не останавливаться На Треть пути И говорить Что А вдруг Бабушке Побочные Эффекты Будут Ну они Может и Будут Вопрос Не хуже Ли та Проблема С которой Бабушка Обратилась Чем Те Побочные Эффекты Которые Она Может И Важно Объяснять Пациентам Какие Побочные Эффекты Могут Возникают Чтобы Они Не боялись У нас Еще один Вопрос От Ольги Есть ли Различие Между Женщинами Мужчинами В силе Проявления Болевого Синдрома Вопрос Несколько Философский Однако Есть Точное Понимание Что Вообще Женский Организм Женский Мозг Так Устроен Что Он Лучше Переносит Боль В силу Того Что Женщина В Деторождении Испытывает Значительные Болевые Ощущения Вам ли Не знать Чем У мужчин Поэтому Мужчины Они Это Еще Регулируется Уровнем Гормональной Сферы Естественно Мне кажется Здесь Очень важно Это сказать Потому что Мне кажется Что На самом деле Происходит Инверсия И Женщины До 50 лет Испытывают Меньше Боли А после 50 Больше Да То есть С гормонами Очень Очень Связано И Мужчина Тоже На Хорошем Уровень Тестостерона Они Выносливые Как Только Уровень Тестостерона Падает Они Менее Выносливые Я думаю Что Мужчины Психологически Не очень Хорошо Выносят Боль Вообще Не любят Болеть 37 Они Уже Тестостерона Боли У Пожилых Людей Малин Санна Да Если Мы Доказываем Что Заблокироваться Если Мы Находим Субстрат Интервенционных Методов Лечения То Они Конечно Будут Эффективны Но Они Сопряжены С рисками Тоже Повышен Потому Что Я Прокомментирую Что Лидокаин Который Часто Используется Все Таки Для Интервенционных Методов Лечения Обладает Проалитмогенным Действием Что У молодых Иногда Приводит Неприятным Последствием А у пожилых Так Совсем Да И Сюда Сюда Избыточное Употребление Гормонов При Интервенции Поскольку Пожилой Человек Это Априори Хрупкий Человек Если Мы Влезли В Какую-то Ревматологическую Историю Мы Можем Там Очень Сильно Как Все Смешать Не Только Смешать Карты Да И Ухудшить Течение Заболевания Это Первый Второй Момент Интервенции Которые Выполняются Без Рентген Контроля Как Оказалось По Исследованию Да Возможно Но Обладают Повышенным Риском Осложнений Не Туда Вколят По Поводу Эффекта Если Не Случилось Осложнение То С Рентген Контроля Или Без Рентген Контроля Тоже Вышел Обзор Что В принципе Можно Колоть Можно Будет Эффект Будет Вопрос Потом Что Выдет Из Эффекта И Наверное Про Избыточную Любовь К Паравертебральным Блокадам Которые Вы Должны Понимать Что Иголка Находится В мышце В большинстве Случаев Если повезло Если повезло Да Никакого ранения Ничего нет Во-первых В мышце Во-вторых И оттуда Должна Происходить Диффузия Вот этого Коктейля Понятно Что у пожилых Пациентов Вот с этой Тканевой диффузией Все очень Очень плохо Поэтому Вопрос О том Нужно ли Вообще Это делать Он Наверное Открытый И в большинстве Случаев Я могу сказать По своей практике Может быть Раз в год Я иду на то Чтобы делать блокаду Ну да С блокадами В жилых Большой вопрос Именно мышечными блокадами Если мы говорим О форминальных И каких-то Суставных Это одна история Мышечные блокады Немножко другая Плюс Конечно Надо помнить Уже Из нашей практики Наших точнее Коллег Слава богу Не собственные Но тоже неприятные Что Особенно Большие любители Паравертебральных блокад Иногда лезут Пожилым На грудной уровень Позвоночника И там может быть Имфизема А это может Закончиться Пневмотораксом И вот тут Надо быть особо Осторожным Если на поясничном уровне Сложно что-то Проткнуть Там все далеко Но на шейном И на грудном уровне Блокады Надо делать Крайне осторожным Кроме того Высокий риск кровотечения Из места Даже не есть Если пациент Принимает Антикогулянта Спасибо дорогие друзья На сегодня Это все Мы успели Обсудить Большую часть Проблем Естественно Остались еще Моменты Нелекарственной терапии Боли Бутулинического Токсина Киноизиотейпирования Лечебная физкультура И так далее К сожалению Для этого Нам наверное Встретится Или к счастью Нам для этого Еще раз Придется Встретиться Но я не знаю Если у нас останется Еще прям Короткое время Можно ли Антидепрессанты Двойного действия Если у пожилого Высокое давление Сглиц-ответ Да Можно Можно Но осторожно Да Надо наблюдать По данным FDA Если мы говорим Про селективные ингибиторы Обратного захвата Серотонина И норадреналина Повышение идет Не более 5 мм Трубную столба Поэтому да Можно Ура Спасибо всем До новых встреч в эфире Встретимся уже очень скоро Пока-пока